В той цивилизации, которую мы сейчас представляем, и Россия, мы это Россия, и Запад, ей вот этой системе, ну по меньшей мере две с половиной тысячи лет, как можно понять из истории. Что это за система? Общее название, которое ей можно дать, оно в общем-то не высосано из пальца учеными, которых я представляю как аналитик. Это система кодирующей педагогики. Если вот брать слово, не русское слово, школа, она происходит от понятия выхолощивать, схоластика. Вот что такое схоластика? Если углубиться в историю вообще, историю образования, историю народов, историю культуры, то слово это появилось, видимо, либо в средние века, либо чуть позже схоластика. Вот школа схоластика. Что такое схоластика? Еще раз. Это метод выведения особых, ну особой психики у людей целенаправленной, которая по сути является продуктом кодирования той системы, которая производит вот это образование. Под свои цели. Вот. Если, естественно, система образования, ее нельзя рассматривать отдельно от психологии. Было несколько на протяжении истории систем психологии. Пошло это все, как я уже начал говорить, вот процесс этот можно рассматривать. Это самое позднее образование вот такой методики преподавания, которую мы назвали еще раз кодирующей педагогикой. Это две с половиной тысячи лет от времен Древней Греции образование первых таких серьезных общественных школ. Понятно, тогда это было для элиты, но потом все это в результате перешло в период капитализма, и уже расширение границ образования до всего общества. Это 20 век, это перешло на всех, на все школьное образование. Это коротко, если говорить. Ну вот. Но первые вот такие попытки внедрить систему кодирующей педагогики, это Древняя Греция, Древний Рим, где целенаправленно создавались субъекты управления, объекты управления со стороны государства как субъекта управления под определенные цели. И тогда каждая часть общества, каждое сословие, в основном их было четыре, оно получало соответствующее образование, либо вообще не получало. Рабы, например, в Древнем Риме, в Древней Греции, в прочих древних цивилизациях, они вообще не должны были ничего знать, кроме своей профессии. Вот, по сути, сейчас Болонская система, если перешагнуть через несколько тысячелетий, она возвращает наше общество, и российское, естественно, это и Европа в первую очередь. Вот, поскольку арабские страны, страны, где традиционный ислам, под разными, так сказать, модификациями его, он лежит, ну, лежит, подчиняется, лег под западную систему образования, то там тоже. Несмотря на вот прекрасное было время, когда это в средние века, в Европе как бы застой, арабский мир, он взял на себя, вот, миссию поддержки системы образования, развил вот эти цифры, математика, это все, это известные вещи. Вот сейчас расцвет, максимум, вот, пик полезной системы образования был во времена Советского Союза, можно назвать период даже. Это где-то начало, середина 20-х годов, ну, 25-й год, 1925 год, и по 70-е годы, по конец 70-х годов. По инерции это все шло до 90-х годов, и потом деградация пошла, система образования. Почему? Лозунг, понятно, ну, когда сословно-кастовая система закончилась, вот капитализм, это первый, так сказать, период, такой стартовый период по потенциалу, когда был дан народу потенциал во всех странах, в общем-то, где был капитализм, к получению неограниченного, неограниченного ничем, то есть сословными барьерами образования. Ну, понятно, мы не будем сейчас говорить о том образовании, которое давалось элитам в период, вот, всей истории, там, последних трех тысяч лет, потому что сейчас мы говорим об образовании, которое должно даваться всему обществу. Вот, понятно, что высшие элиты, они получали все, что им было положено, так сказать, не вдаваясь в конспирологию, а там крестьяне, либо рабы, они не получали ничего, кроме узких знаний, которые касаются необходимости совершать те или иные работы в сфере, в основном, материального труда. Но вот, когда эти рамки рухнули, это период капитализма, а потом уже социализма, то вот об этом образовании стоит поговорить. Потому что, в принципе, нельзя сейчас утверждать, я, во всяком случае, не знаю ни одной из систем образования, ни 19 века, ни раньше, которые не были бы ангажированными той самой схоластикой, то есть целенаправленным выведением определенной психики у учеников под целью той или иной системы рабовладения, в общем-то. Причем, мало того, все эти системы образования были ангажированы, то есть замкнутыми на религиозную систему, на ту или иную религиозную систему. У нас это христианство в форме православия, на западе это католичество, приходские школы. В исламе там менее было, так сказать, распространено это, но все равно верхушки какие-то, они учились в медресе и прочего. Ну, а другие, если брать, системы восточные, то там, в общем-то, очень длительное время, до последнего времени сохранялась система образования, где она недоступная была для широких масс. Вот только в рамках СССР система образования была расширена на все слои общества, и в потенциале, и реально. Но это время как раз где-то 25-й год по 70-е, 80-е годы, все на этом кончилось. Почему это к вопросу не относится, об этом долго можно говорить. Причина здесь в глобальном сценарии, который пока не в наших руках был, во всяком случае. И, естественно, любой субъект управления, это государство и стоящие за государством крупные глобальные кланы, они заинтересованы были в выведении особой психики у людей, чтобы те подчинялись системе. Ну, парадоксально здесь следующее. Эта система, она практически сейчас находится на грани системного кризиса, краха и катастрофы культуры. Образование – это часть культуры. Мы вообще рассматриваем культуру, это не как какая-то узкая сфера, там, Министерство культуры, либо Министерство образования в отрыве. Вот образованием заведует Министерство образования, культурой заведует Министерство культуры. Это не так. Культура – это вся информация, которая циркулирует в обществе. Но для того, чтобы получить эту информацию, нужно потрудиться. То есть она не передается в готовом к употреблению виде на уровне родовых линий, через генетику. Вот что такое культура. То есть наука это тоже культура, часть культуры. Культура это понятие шире, чем какие-то сферы государства, то что разграничено на уровне государства, как образование, наука, спорт и прочее. Это все субкультуры. Которые входят в общее. И система образования это тоже культура. Вот в принципе, если говорить о прошлом, все системы образования, которые работали в той или иной мере в обществах, они были ангажированы, замкнуты на религии. Мы в 20 веке, в начале 20 века избавились от опеки системы образования со стороны христианства. Вот сейчас мы к этому вернулись. Что мы тогда наблюдали? В общем-то, что христианская иерархия, как у нас, так и на Востоке, на Западе, мы сейчас говорим про западное общество пока, она тормозила развитие. Вот эта система образования, если вот говорить о прошлом, то больше, наверное, нет смысла на эту тему рассуждать. Почему? Потому что она в корне изменилась в 20 веке, именно в нашей стране. Потому что в прошлом каждое сословие получало свое, и задача системы образования была сохранить устойчивость рабовладения в той или иной форме. Капитализм – это тоже рабовладение, потому что у кого нет денег, тот не может получить образование. Вот. Сохранить устойчивость рабовладения на уровне иерархии сословий. Там понятно, но как только мы провозгласили, ну, при, понятно, подаче с Запада, что всеобщее равенство, всеобщий доступ к образованию, то появились две линии в СССР. Но СССР ни много ни мало, после войны это огромная территория социалистического лагеря, который мог, в общем-то, этот опыт распространиться и вообще на весь мир, но уже появились вот две линии. Первая линия – Ленина-Сталина. И вторая линия – это линия Троцкого и меньшевиков. Победила Ленина-Сталина линия. И вот как раз вот этот период после 25-го где-то года, это начался период всеобщего доступа к образованию. Появились элементы уже не кодирующей педагогики, как было раньше. Они остались, понятно, система работала по старому принципу. Появились элементы педагогики методологической. В чем это выражалось? Это вот будущее. Во-первых, как было объявлено в нашей стране, все дороги открыты. То есть доступ к любым секторам системы образования. Хочешь быть там, гуманитарное образование получить, историческое какое-нибудь, учителем стать. Либо, если хочешь быть технарем, пожалуйста, выбор за тобой. Вне зависимости от происхождения и вне зависимости от того, в каком сословии ты был раньше вообще. Ну, раньше в зависимости от сословия давалась и возможность получения образования. Это первое. То есть это первый шаг к методологическому образованию. Необходимый, но недостаточный. То есть по своим ощущениям, по своим способностям первичным, ребенок, потом подросток, он выбирал себе сферу дальнейшего приложения своим ухственным и физическим силам. Причем параллельно этому существовала система до обучения. То есть он мог пойти, человек мог пойти в сферу материального труда и потом учиться параллельно. То есть подняться от лопаты, грубо говоря, до ученого. Это было открыто всем, так сказать, членам общества. Это первое необходимое условие для перехода к методологическому образованию. Понятно, что от противного, да, сейчас это все закрывает обратно. Мы находимся в условиях капитализма. Плюс еще, как-то не парадоксально, 21 век, но церковь лезет опять, идет к лирикализации, как говорится, системы образования. Хотя в Конституции записано, что этого не должно быть. Второе условие – это сложнее. То есть это системное условие. Ну, понятно, что и это у нас отняли. Изменили Конституцию там к 77-му году. Точку в деградации системы начали ставить вот это внедрением Болонской системы образования. Когда убрали из обязательных, из всех вузов, ну, в первую очередь, серьезных вузов, потому что, во-первых, образовали сначала огромную систему вузов, однодневок, грубо говоря, которые, ну, то есть только делали деньги и давали какие-то сомнительные эти самые дипломы. Но убрали из системы вузовского образования спектр предметов широкого профиля. Вот это второе необходимое условие. То есть для перехода к методологической системе все учащиеся должны владеть предметами широкого профиля, не узкого. Сказав, что вы это можете не проходить совершенно, вот проходите только то, что вам понадобится для дальнейшей работы. Совершенно неправильно. То есть это сужает резко кругозор. И поскольку сужает кругозор, картина мироздания в психике человека необходимой образоваться не может. Ему просто не хватает фактов. Как сказал Хазьма Прудков, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а эти все вещи не входят в круг наших понятий. После этого получается специалист узконаправленного профиля, закодированный на эту профессию психикой. И в результате, если человек согласен с этим, понятно, что он не будет тратить в современной культуре свое время на самостоятельное освоение необходимого спектра знаний, для того, чтобы иметь в психике картину, соответствующую более-менее мирозданию, получается специалист с неадекватным восприятием объективной реальности. Потому что ему не заложили, система образования не заложила ему необходимый спектр знаний о тех или иных фрагментах мироздания. Через то, что было дано, в общем-то, не в полной мере, но в необходимой мере в Советском Союзе. То есть полноценная система предметов, основные первые три курса вузовского образования, но про школу я вообще не говорю. Это тоже узкий такой достаточно разговор, который в наш формат не уложится. Какие предметы нужны, у нас это, в общем-то, все прописано. Какие предметы можно убрать, какие нужны, добавить. И в первую очередь, конечно, это тоже спектр предметов, которые дают представление о том, в каком мире мы живем, в первую очередь. А потом уже что-то профессиональное. Вот сейчас с точностью до наоборот баллонская система. Плюс баллонская система, третья, она отнимает у ребенка способность к творчеству. И у ребенка, у студента способность к творчеству. И эта система вопрос-ответ, в принципе. Она, это тестовая система, которая и названа по, в общем-то, праву, выхолачивающей и кодирующей. То есть такого быть не должно. Но ребенок получает какие-то знания чисто фактологического характера. И потом, заучив это, выдает эти знания преподавателю. Если он хорошо заучил, он получает высшую оценку. Но это, получается, уже не самостоятельно мыслящий человек. Ему даже могут сказать, допустим, там, я не знаю, величайшую глупость, что, в общем, подтвердили тесты единого государственного экзамена. Говорят, глупость, ребенок эту глупость выдает обратно, получает хорошую оценку. Но это совершенно не соответствует объективной реальности, ничему вообще. Вот система образования. То есть и правильно было бы систему образования делать, как вот, например, у Ломоносова, он мог бы морду дать в Академии наук, если считает себя правильным. А здесь, наоборот, то есть ребенок говорит глупость, хоть даже может так и не считать, получает оценку и остается, как говорится. Но в большинстве случаев даже он считает именно так, как ему говорят, потому что это педагогия как кодирующая. То есть в результате, если брать вот нашу систему психологии, то выходят из школы зомби. Зомби, который обучен какой-то профессии одной. Ну и школы из высшего образования, там, из среднего образования. Плюс введение системы бакалавриат магистратура. Это остановка, потому что не все могут пройти до пятого курса, шестого они останавливаются, третий, четвертый курс, как раз на получение специального образования, еще не полного. И считается, что можно идти зарабатывать деньги. Мало того, система работает таким образом, что она настроена, если ребенок или выпускник, он лоялен этой системой, и то у него будет и карьера, и он будет зарабатывать, и все. А если он противится, то он выбраковывается из системы и становится ее изгоем. Никогда в истории ни нашей страны, ни западного, ни восточного мира не было ничего подобного, что явилось незавершенным, но достаточно успешным экспериментом, поставленным во времена Сталина по расширению границ кодирующей педагогики. Он вышел за границы до необходимых, но недостаточных условий. Потому что то, что я сегодня сказал, вот эти три условия, к ним еще нужно четвертое необходимое условие, нужно менять культуру. Потому что мы сейчас говорили больше о формах, о тех предметах, которые есть, но есть предметы, которых нет. Эти предметы касаются альтернативной науки об обществе, их надо вводить. Эти предметы касаются вопросов богословских, их тоже надо вводить, потому что только эти предметы могут ответить детям на вопрос о смысле жизни. Педагогический подход, о котором тоже можно отдельно говорить очень долго. Педагогический подход, который сейчас, если общество в общем и целом деградирует, то деградируют и педагоги. Есть ряд педагогов, очень большой слой, их больше, наверное, половины, которых просто нельзя допускать к детям. Хотя бы по принципу, хотя бы по принципу, это можно с малого начать. Если педагог позволяет себе выпивать и курить, и делает это там даже на переменах со старшими классами, либо там, ну это вообще, то есть о чем тут можно говорить. Потому что из системы образования нужно убирать сначала все самое зло, вот, и потихоньку двигаться уже к ее изменению. Но все упирается, то есть нельзя рассматривать систему образования отдельно от всей культуры. Потому что если заняться изменением алгоритмики работы системы образования, ее структур и прочее, прочее, то здесь очень хорошо подходит опыт Советского Союза. Но опять-таки мы упремся в то, что Сталин дал в своих, в своем последнем завещании, экономические проблемы социализма в СССР, в понятия. Вот старые понятия, они не соответствовали требованиям системы образования по критерию того, что культура устарела. Дело в том, что система образования – это подсистема всей культуры. Ну, то есть она неотъемлемая часть, с одной стороны, с другой стороны, подсистема всей культуры общества. И если брать отдельно, вот то, что я говорил уже, менять систему образования, то это невозможно вычленить из всей совокупной культуры. Поэтому наука об обществе, которая сейчас существует во всех ее аспектах, начиная от мировоззрения, заканчивая там мировоззрением экономикой, и заканчивая тем, что хорошо и плохо на уровне потребления, и на уровне даже военной техники, это все следствие прежней системы науки об обществе, которая переживает сейчас катастрофу. Почему катастрофу? Мы наблюдаем это. Выглядеть в окно – это тупик развития. Даже многие заговорили сейчас и совершенно серьезно на крупных форумах о том, что нужно остановить технический прогресс искусственно. Тупик развития. Поэтому не замещая старую социологию, науку об обществе, альтернативой, которая у нас существует уже, я как представитель группы ученых, которые разработали альтернативную науку об обществе, и в рамках нее как раз система образования, менять что-то в системе образования, ну, это будет очень сложно, и до конца этого все равно не сделать. То есть нужен целый комплекс. Почему? Потому что тот же преподаватель, педагог, он продукт той же системы кодирующей педагогики. Вопрос, а где мы будем брать альтернативных преподавателей? Они есть, но их единицы. Несколько десятков можно вот насчитать, назвать там тот же там базарный, бронников и прочее. И все. А остальные где? Компьютер не заменит. Живое общение нужно. Вот это тоже один из пунктов. Компьютер не заменит. То есть для того, чтобы... Это очень длительный процесс. Это замкнутый процесс. Для того, чтобы взрастить поколение преподавателей, нужно несколько десятков лет. По меньшей мере, два-три десятка лет. Начинать нужно сейчас. И начинать нужно со смены концепции, со смены науки об обществе. Да совершенно иные подходы. Вот. А если мы этих же преподавателей, которые сами являются в большей мере продуктом кодирующей педагогики, начнем мы пробовали уже, начнем им давать знания об обществе альтернативного характера, у них либо съедет крыша, начнется истерика и все. Это огромная проблема. Чем раньше это начинается, значит, нужны школы, даже не переподготовки преподавателей, а альтернативные школы подготовки преподавателей. Но и этого мало. Основное значение, японцы это хорошо знают, вот, для перехода к методологической педагогике, у них этого нету, но оттуда тоже можно позаимствовать опыт. У них в яслях и в детских садах преподавателям платят больше, чем в вузах. Почему? Потому что все закладывается в психику и ребенка, и как будущего преподавателя. Это первые три года жизни. И в основном отвечает за это мать. Я не говорю там о дородовом периоде, это тоже очень важная тема, но это тоже все замкнуто на культуру общества. И вот в этот период как раз, если со стороны взрослых нету любви, то педагог не вырастет нормальный. Вот это начало перехода к методологической педагогике, не кодирующей. Просто потому что такой педагог не будет чувствовать, это персональный подход должен быть, понятно, группы должны быть не больше там 12-15 человек, но это отдельная уже специальная тема. А преподаватель не будет чувствовать, что каждый ребенок хочет получить от него и от жизни. Это вот первое дошкольное, школьное образование должно быть. А если там упущено, то потом, да, уже очень большие потребуются усилия от самого учащегося для того, чтобы изменить свою испорченную взрослыми психику. Методологическая педагогика – это прежде всего, конечно, переход от заучивания к пониманию. Не заучивать, а понимать. Если заучил и сдал, то система оценок должна измениться. И преподаватель должен тестировать уже ученика не на заучивание, а на понимание предмета. И третье, дальше уже следующее, после понимания, потому что есть сколько угодно примеров, заучил, сдал, но не понимаю, о чем говорю вообще, то есть как автомат. И следующее уже после понимания – это уже обучение самостоятельному исследованию предмета. Вот эта методология уже пошла. Если ученик хочет ответить, хочет узнать какую-то информацию, он должен сам это проделать. Обучать ученика самостоятельно находить нужную информацию во внешней среде, будь то техносфера, либо биосфера и другие сферы. Вот это и есть в методологической педагогике. Но если преподаватель, педагог сам этим не владеет, он не сможет передать ребенку. А здесь уже дальше идет целая система необходимых условий, но о которых говорить пока еще, может быть, не в этом формате. Это, еще раз хочу сказать, это совершенно другая культура освоения. Здесь нужна интуиция, здесь нужен подход, еще раз, то, что закладывается в психику. Основное – это первые три года после рождения. Дальше уже на эту основу нанизывается, и тут без любви к ученику, к ребенку, здесь ничего не получится. Бог взращивает на земле любовь, а Болонская система ее отнимает. Вот, наверное, на этом все.